Добрый день! Не так давно компания МастерПроф выпустила на рынок новинку. Косой сетчатый фильтр. Что в нем интересного? Чем он отличается от других? Что в нем необычного? Давайте разбираться. Для начала вспомним, зачем нужны фильтры такого типа. Этот и подобные ему фильтры, еще иногда называемые грязевиками, обычно устанавливаются в современных квартирах на вводные трубы горячего и холодного водоснабжения сразу после основного крана и перед счетчиком воды. Основная задача таких фильтров – задержать крупные частицы шлама, которые могут циркулировать в общедомовой системе водоснабжения и которые могут привести к выходу из строя или неправильной работе счетчиков воды, различных элементов инженерной сантехники и бытовых приборов. Устройство фильтра достаточно простое. Он состоит из корпуса с присоединительными рейсами, колбы, внутри которой находятся сетчатый фильтрующий элемент, крышки и уплотнительные прокладки. На корпус нанесены символы стрелка, указывающая направление потока, нанесено номинальное давление, в которое рассчитан данный фильтр, проходной диаметр, материал из которого сделан фильтр и размер присоединительных рейсов. Также иногда на корпус фильтра наносятся наименования производителя. Так выглядят все обычные фильтры. Давайте теперь рассмотрим фильтр MPF. Начнем сразу с основных отличий. Внутри данного фильтра, помимо сетчатого фильтрующего элемента, установлен еще сильный неодимовый магнит. Он достаточно сильный, чтобы поднять вот такой вот ключ. За счет этого магнита все частицы, которые содержатся в воде, разделяются на две группы магнитные и немагнитные. Магнитные оседают на фильтре, немагнитные оседают внутри сетчатого фильтра. За счет этого фильтр приходится чистить реже. Второй аспект, на который хотелось бы обратить внимание, это крышка. У данного фильтра крышка накручивается на колбу. У многих остальных фильтров крышка вкручивается внутрь. То есть крышка имеет наружную резьбу. И в данном случае, если обратить внимание на конструкцию фильтра, мы поймем, что резьба на крышке контактирует с водой, которая находится внутри фильтра. В случае с этим фильтром у нас получается резьба защищена от контакта с водой, которая находится внутри фильтра, за счет уплотнительной прокладки, которая находится внутри крышки. Это приводит к тому, что резьба не закисает и гораздо легче откручивается, чем у обычных фильтров. Раз уж мы коснулись откручивания и закручивания крышки, нужно сказать о том, что большинство фильтров имеет только подхват под ключ на крышке. Здесь же у нас, соответственно, есть возможность для снятия крышки использовать как разводной ключ, как в обычных фильтрах, так и торцевой шестигранный ключ. Вставляется внутрь. Что, собственно говоря, очень удобно в труднодоступных местах, куда с большим ключом не залезть. Внутренняя присоединительная резьба достаточно глубокая на фильтре. Это позволяет установить фильтр в нужном положении. То есть, я специально взял фитинг для того, чтобы посчитать, сколько оборотов требуется для установки фильтра в нужном положении. То есть, сколько оборотов может сделать этот фильтр при установке. Сколько полных оборотов. Давайте считать вместе. Раз, два, три, четыре. Четыре с половиной оборотов. Данный фильтр изготовлен из латуни и полностью покрыт никелем. В данном случае это увеличивает срок его службы, а также позволяет ему длительное время сохранять эстетичный внешний вид. Теперь хотелось бы чуть-чуть больше поговорить про резьбы. Которые есть у нас на фильтрах и, собственно говоря, которые есть также на фитингах МПФ. Лучше всего сделать на примере вот этого фильтра, поскольку здесь есть и наружная резьба, и внутренняя резьба. Про размер внутренней резьбы я уже сказал. То, что она достаточно глубокая. Да, и позволяет установить фильтры в нужном положении. Особенно, когда это делается на горизонтальных участках. На что еще хотел обратить внимание. На то, что на внутренних резьбах как фильтров, так и фитингов МПФ сделано вот это специальное кольцо. Да, это вот усиливающее кольцо. Возьму, например, вот такой фитинг. Здесь такого кольца нет. Здесь просто гладкий край у нас идет. Вот это усиливающее кольцо позволяет увеличить прочность фитинга. То есть, в данном случае при установке фитинг не треснет в этом месте. Поскольку у нас, соответственно, здесь достаточно толстый край. То есть, при установке даже при значительном усилии, шанс, что фитинг треснет в этом месте, практически сводится к нулю. Следующий момент про наружные резьбы. Все наружные резьбы фитингов МПФ имеют специальный упор. Вот он, да, этот упор, который не позволяет сползать уплотнительному материалу при скручивании. То есть, в данном случае, когда мы скручиваем фитинг или скручиваем фильтр, уплотнительный материал упирается в это место и, соответственно, не съезжает, никуда не девается. Более плотное соединение получается. Что еще хочется сказать? Этот упор не круглый, да, а он имеет такую усеченную форму. Вот, сделано это для того, чтобы можно было использовать его для того, чтобы устанавливать фитинг, да. То есть, ключ устанавливается вот сюда вот и позволяет фильтр и фитинг, да, крутить именно за это место, не повреждая корпус. Тоже, на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...